В столице региона в эти дни проходит семинар по неотложной помощи с участием норвежских медиков. Сегодня они у нас в гостях. Это врач скорой помощи, отделение анестезиологии, хирургии и интенсивной медицины Кристин Верхаук, а также главный консультант, менеджер проектов секции инноваций в здравоохранении Одвард Хаген. Здравствуйте. Рада видеть вас в студии. Расскажите, пожалуйста, с какими докладами вы выступали на семинаре? У нас долгая история совместного сотрудничества в области медицины общей и телемедицины в частности. И вот это сотрудничество мы хотели бы продолжить и рассказать о его результатах на настоящий день. Раньше мы очень плотно занимались конкретно вопросами телемедицины. Сейчас приятно наблюдать, что мы разговариваем уже о медицине в целом. Знаю, что вы в первый день семинара с нашими коллегами обменялись опытом по организации службы санитарной авиации и скорой медицинской помощи. Вот как в Норвегии у вас происходит вот эта организация между двумя службами? Потому что для нас это очень актуально. У нас большие расстояния между поселками. У нас много общего. Территория также довольно протяжённая. Вот территория северной Норвегии, она простирается примерно как от Ускары до Несси здесь у вас. Поэтому очень многие условия схожи. Это и погодные условия, довольно сложные и протяжённые расстояния. Кроме того, наши русские коллеги уже посещали Норвегию и могли на практике посмотреть, как оказывается скорая медицинская помощь, как она организована, как на территории северной Норвегии, так и на Шпицбергене. И поскольку мы достаточно хорошо познакомились с организацией службы здравоохранения вашей и рассказали о том, как это организовано у нас, сейчас, наверное, наступил этап, когда можно попробовать поискать как различия, так и уникальные какие-то характеристики систем здравоохранения в северной Норвегии, в Нильском в Новом округе. Ну и, конечно же, также, чем они похожи, схожи. Да, у нас даже схожи, Кристиан, болезни жителей Норвегии и Нильского автономного округа, и одна из таких актуальных — это инфаркт миокарда. Почему всё-таки люди на севере чаще страдают от этого заболевания? Это связано с климатическими условиями? Есть ли какие-то профилактические рекомендации у вас? Да, несомненно, проблемные заболевания сердца и сосудов — это очень часто люди в нашей части мира страдают этими проблемами. И в последнее время действительно наметился прогресс в плане снижения количества заболевших, и это достигается комплексом мероприятий, которые включают в себя налаживание диеты, питания людей, улучшение профилактики, то есть санитарно-просветительской работы. Кроме того, новые лекарства вносят свой вклад, и в целом повышение доступности скорой медицинской помощи для этих людей играет большую роль. Ещё я знаю, что в рамках семинара вы обсудили актуальность применения метода тромболизисной терапии на госпитальном этапе. Расскажите, что это за метод? Острый инфаркт миокарда наступает в результате перекрытия ветососуда, снабжающего кровью сердечную мышцу тромбом. Кровь не проходит через этот сосуд, и для того, чтобы сердечная мышца не умерла, для того, чтобы она осталась здоровой, более-менее необходимо как можно скорее избавиться от тромба и открытия просвета кровеносного сосуда. Этого результата можно добиться различными способами, наиболее распространённые. Способов два — это или попробовать извлечь тромб с помощью стента в условиях стационара, или попробовать растворить тромб, пока он находится в сосуде, для того, чтобы восстановить кровоток. И во втором случае, когда мы применяем второй вариант — растворение тромба, необходимо сделать это как можно раньше, для того, чтобы избежать как обширного повреждения миокарда, так и для того, чтобы повысить выживаемость пациента, для того, чтобы он жил дольше, был здоровее и избежать инвалидизации. Поскольку вопрос времени стоит очень остро в данном случае, то мы не можем, к сожалению, дожидаться, пока пациент преодолеет то большое расстояние, которое отделяет его от стационара, для того, чтобы получить скорую медицинскую помощь. Также очень распространена ситуация, когда много времени проходит до того, как прилетает медицинская бригада и оказывает помощь по санавиации. Поэтому на вашей территории важно постараться перенести скорую медицинскую помощь ближе к пациенту, то есть проводить эту процедуру до того, как пострадавший поступит в стационар, желательно в течение буквально нескольких часов после того, как появились первые проявления инфаркта — это боль за грудиной. А как сам ещё может человек распознать, что он находится в прединфарктном состоянии, кроме того, что Вы сказали, что какие-то болевые ощущения какие-то за грудиной? Потому что часто бывает так, что человек сам не замечает и, к сожалению, погибает. Эта боль характеризуется, боль за грудиной или вообще, скажем, боль в грудной клетке, она характеризуется несколькими особенностями, которые легко распознать. Во-первых, сам характер боли сжимающей — это боль острая, часто невыносимая. Она может и радиировать, то есть проявляться и даже не столько в области сердца или груди, но также проявляется как боль в руке, боль в животе, боль под лопаткой, вот в этих основных местах. Затем характеристикой этой боли является то, что она возникает тогда, когда человек испытывает сильную физическую или психологическую нагрузку, когда, скажем, сердце бьётся и вдруг раз остро заболело. И после того, как человека оставили в покое, после того, как он вдохнул-выдохнул, эта боль не проходит, она никуда не исчезает. Тогда необходимо, сердечники знают, принять нитроглицерин, валидол или другой препарат, который они обычно принимают для того, чтобы стало легче. Если после приёма нитроглицерина, валидола, боль не исчезает, это совершенно точно повод обратиться как можно скорее за помощью. Как можно скорее. Да, человек обращается за помощью, допустим, если он находится в посёлке. Там у нас порой зачастую только один дежурный врач. Пока долетит санитарная авиация, он может какую-то оказать помощь, чтобы сохранить жизнь в эти несколько часов. И что он должен делать в таких случаях, как ваши медики в Норвегии работают? В Норвегии существует стандарт оказания срочной медицинской помощи при инфаркте миокарда, который носит аббревиатуру МОНА. Включает в себя дачу аморфина в дозах, которые подавляют болевой синдром. Затем кислород даётся, нитроглицерин и аспирин, ацетилсалициловая кислота. Всё это даётся одномоментно для того, чтобы облегчить состояние. Затем необходимо определиться с диагнозом. То есть после того, как мы дали вот этот комплекс препаратов, надо снять электрокардиограмму для того, чтобы увидеть, что же, собственно, происходит в сердце. В Норвегии и постепенно, также здесь, в Нейском автономном округе, постепенно развивается технология, которая позволяет передать электрокардиограмму на расстояние для того, чтобы врач-специалист-кардиолог на эту электрокардиограмму смог взглянуть и её расшифровать и растолковать. Следующий аспект заключается в том, что мы должны определиться, где мы будем хранить тот медикамент, который растворяет тромб. В Норвегии этот медикамент находится в распоряжении ренемобиля, в распоряжении персонала санавиации и также в крупных медицинских центрах, где работают врачи общей практики для того, чтобы постараться как можно раньше этот медикамент применить и иметь его в наличии тогда, когда он требуется. Медикамент должен быть доступен для немедленного применения, но в то же время остаётся важным аспект наблюдения за пациентом для того, чтобы, следя за ритмом его сердца, не пропустить резкого возникновения аритмии. И если это происходит, то на такой случай необходимо держать под рукой дефибрилляторы. Одвард, вы сказали, что наш округ и Норвегия уже давно сотрудничают, примерно с 2012 года. Наверняка за это время уже удалось реализовать множество проектов. Расскажите о них подробнее, о самых значимых, на ваш взгляд. Мы сотрудничаем в различных направлениях. Очень важно отметить то, что каждые два года в Норинмаре проходит большая конференция, которая называется «Арктическая телемедицина», в которой участвуют также делегации из Норвегии. С другой стороны, недавно началось сотрудничество, направленное на качественное улучшение оказания медицинской помощи. Этот проект направлен на то, чтобы мы смогли сделать эту медицинскую помощь более доступной и более качественной для населения. И в этом смысле использование телемедицины для того, чтобы повысить качество оказания медицинской помощи на селе, в отдалённых районах, имеет очень большое значение. Постепенно улучшаются технические возможности для того, чтобы норвежцы и русские могли друг с другом беседовать на расстоянии и делать это легко. С другой стороны, постепенно становится для нас возможным улучшать работу и поддерживать медицинский персонал, который работает на селе, также с ними непосредственно разговаривать, беседовать и обмениваться опытом. А часто врачи из Ненецкого округа к вам обращаются к норвежским врачам за помощью, консультацией? Это сотрудничество происходит на общем уровне, на уровне обмена знаниями и методиками в сфере здравоохранения, но мы не взаимодействуем по поводу конкретных пациентов. А есть в дальнейшем такие планы? Сейчас, как отбору кажется, мы поступаем наиболее правильным с практической точки зрения, потому что происходит живое общение, диалог, зачастую довольно острый между двумя сторонами. И когда сюда приезжают лучшие норвежские специалисты, имеют возможность поговорить, побеседовать, вступить в спор с российскими врачами и специалистами в сфере здравоохранения, это наиболее практичное и правильное решение для того, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи в обеих странах. Кристина, а у наших врачей есть чему поучиться? Вы наверняка не только выступали с докладами, но и слушали наших медиков. Вот что-то запомнилось? Это общение было очень полезным. Когда Кристина встречает русских коллег, она не может не отметить как их высокий уровень компетентности, так и амбициозность. То, что это врачи думающие, то, что это врачи очень важно думающие систематически. То есть у нас большая страна, много всего происходит, очень важно стараться подходить к вопросу оказания медицинской помощи комплексной. И в этом смысле российские коллеги её приятно удивляют. К сожалению, у нас в округе есть проблема, нехватка врачей. А вот у вас в Норвегии такая же проблема или нет? Да, есть ли какие-то программы на государственном уровне, которые как раз поддерживают деятельность врачей? Совсем на севере Норвегии на очень ограниченной территории не только врачи, но и учителя получают более высокую зарплату. И это попытка каким-то образом экономически стимулировать улучшение кадровой ситуации как врачами, так и преподавателями в этом регионе. А вот в поселениях у нас, особенно в малонаселённых, работает порой только один врач. Вот как у вас с этим делом обстоит в Норвегии? Потому что порой врач отвечает за многие функции, да, он и неотложную помощь предоставляет, и в то же время терапевтические какие-то. Хотелось бы узнать. Эта проблема присутствует у нас тоже, и мы подходим к ней с четырёх различных сторон. Во-первых, мы стараемся развивать электронные коммуникации, которые позволяют врача связать с его коллегами в центральных больницах, и тем самым облегчить его жизнь. Во-вторых, уделяется большое внимание этапу профилактики наиболее распространённых и наиболее тяжёлых состояний. То есть санпросветработа ведётся интенсивно. Во-третьих, мы помогаем этим врачам, присылая к ним, скажем, тех медсестёр, которые подготовлены по широкому профилю специальности медицинской, и могут взять на себя какие-то процедуры и какие-то вмешательства, которые иначе пришлось бы врачу проводить самому. В конце концов, есть возможность, может быть, не самая удачная, перевести пациента в центральную больницу, но, как уже сказано, всегда имеется смысл постараться, чтобы пациент оставался там, где он живёт. Также принято решение о проведении очень интересного проекта, который направлен на то, чтобы мотивировать студентов, молодых медицинских выпускников, ехать в отдалённые сёла и районы, чтобы они там могли набраться практического опыта и с этим опытом возвращаться обратно тоже уже в места, где их ждут. Спасибо, Кристиан. Одвард, хотела Вас спросить о том, как проекты реализуются в других странах Ваши совместные. Наиболее успешная совместная работа ведётся с Россией, и нигде их не принимают лучше, чем здесь, и нигде они не встречают лучшего понимания, чем здесь. Поэтому можно сказать, что настолько приятно и легко с другими странами работать не удаётся. Когда мы начинали проводить телемедицинские конференции в Наринмаре, тогда в Норвегии, в частности, в медицинском институте в Тромсе, больнице в Тромсе, сотрудничали со всем миром буквально. Но поскольку совместные проекты и сотрудничество — это всегда такая ситуация, когда нужно не только отдать, но и получить, то в этом смысле многие страны мира в настоящий момент находятся примерно на той же ступени развития телемедицины, что и Северная Норвегия, поэтому тут мало что может произойти. Самое интересное происходит в России. Мы сотрудничаем достаточно интенсивно и с Австралией, и с Канадой, и что у них общего, собственно, то же самое, что мы наблюдаем здесь — протяжённые расстояния и низкая плотность населения. В этих условиях наиболее интересно работать, сотрудничать и развивать телемедицину. А с многими ли регионами России вы сотрудничаете? Исторически сложилось, что наши совместные проекты организовывались с участием как в Арканской области и Наринмара Ненецкого автономного округа. В общем-то, здесь мы продолжаем работать и дальше. Но мы слышали, например, очень много про то, что происходит в Сибири. И там прекрасно научились использовать современные технологии для достижения очень хорошего результата в сфере телемедицины. Спасибо большое, Кристин Одвард. В завершение нашей программы я хотела бы, чтобы вы нашим зрителям дали рекомендации, особенно тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, всё-таки какой образ жизни нужно вести, какие-то нужные рекомендации. Прекратите курить. У нас с этим проблема, да, в Ненецком округе. Многие жители курят, к сожалению, к своему, да. Следите за своим весом. Пытайтесь питаться правильно для того, чтобы в вашем рационе преобладали овощи, рыба. Соответственно, таким образом вы можете избежать как ожирения, так и развития диабета. Это очень важно. Кристи, намного ли норвеж страдает лишним весом? Потому что у нас в Ненецком округе, к сожалению, такая проблема есть. Всё относительно, но нужно сказать, что такая проблема существует и в Норвегии. Люди могут легко потерять контроль за тем, что они едят, как они питаются. И тогда они приобретают лишний вес, а вместе с лишним весом они приобретают много проблем. Мы заметили, что люди с высшим образованием лучше понимают, как заботиться о своём теле, о своём здоровье. Они курят меньше, они более вменяемы, более готовы к тому, чтобы изменить свои привычки и таким образом жить более здоровым образом. Спасибо большое в честь нашей встречи. Я хочу подарить вам такие диски. Это фильм, передача о ненецкой культуре, Тени Ивана. Я думаю, вы с удовольствием дома в Норвегии её посмотрите. Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое. А это передадите вашему коллеге. Спасибо большое ещё раз, что пришли. Будем ждать вас в гости. Спасибо. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях были норвежские медики. Это врач скорой помощи, отделение анестезологии, хирургии и интенсивной медицины Кристиан Верхаут, а также главный консультант, менеджер проектов секции «Инновации в здравоохранении» Одвард Хаген. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...